В страшные годы войны страны Союза объединились в борьбе с фашизмом. Украинец Фёдор Александрович Мученко отдал все силы, чтобы освободить нашу Родину. Самая тяжёлая победа, как вспоминает ветеран, была под Москвой. Я, как говорится, вылез с земли и открыли глаза. Почувствовал, что такое война. А я то сидел в этих окопах, но там ничего не видно. А когда мы начали наступать в лес, и в лесу идёт дорога. Ну, на санях возили раненых, и дорога вся красная от крови. Вот я думал только одно. Как они мне разбомбили дом, и как я вытаскал оттуда раненых. Я считал, хотел отомстить. Столько всего. Я уже накопил. И я уже, как говорится, на взлодии. Боевые раны напоминают о войне до сих пор. Во время освобождения города Клин, Фёдор Александрович получил первое серьёзное ранение. Мне в 12 часов ночи пришли, положили на стол, прикаросиновые лампы. Батарея, она не работает, то заработает, то не работает. И прикаросиновые лампы он мне делал операцию. Он мне в шесть спасет. Так я не мог ему ничего плохого сказать. Хотя я мучился с этим ранением. В составе 91-й отдельной танковой бригады ветеран принял участие в ключевой и наиболее напряженной битве на Курской дуге. В жизни не было ни о сороке, как Курская битва. Ведь у нас было с нашей страны 1 миллион 900 тысяч человек. Ну, у всех. Столько же было и у немцев. Гиммлер на сборе своих танкистов и сэссовцев так, он сказал, что это судьба наша, и мы должны уничтожить Россию и Советский Союз как людей и всю технику. И только тогда мы можем спокойно жить. Застань их, чтобы они захлебнулись в собственной крови. Война была тяжелой, суровой. Но я вам хочу сказать вот что. Нам помогла дружба, братство народов всех националов. Все.